Вы свет мира Вот здесь, в этой долине, археолог из Киева Викентий Хвойко осенью 1897 года провел первые раскопки поселения Трипольской культуры. Цивилизацию назвали Трипольской, по имени села под Киевом, в окрестностях которого сто лет назад были найдены древние поселения. Все, что вы видели и еще увидите, возникло в те далекие времена, когда на нашей земле появилась цивилизация древних земледельцев, во второй половине шестого тысячелетия до Рождества Христова. Это они первыми начали печь хлеб, плавить металл. Это они создали свой мир, который мы пытаемся разгадать по сей день. Наша история начинается с раскопок, проведенных Викентием Хвойко летом 1897 года. Первые же находки поразили археологи. В письме к императорской археологической комиссии он описывал удивительные глиняные изделия, созданные неизвестной ранее древней цивилизацией. Год за годом Хвойко продолжал раскопки, пополняя свою коллекцию. Были обнаружены еще несколько поселений Трипольцев. Археологи трудились, не покладая рук, и одна за другой им открывались тайны забытой цивилизации. Мало кто из проезжающих по этому шоссе в направлении Черкасс знает, что по обе стороны его лежит величайший мегаполис Старой Европы. КОНЕЦ Не менее 15 тысяч жителей населяло эту столицу Трипольской цивилизации в середине третьего тысячелетия до Рождества Христова. В те времена это была одна из крупнейших столиц не только в Старой Европе, но и, пожалуй, на всей планете. Многие ученые утверждают, что история начиналась в Шумере. Но когда она там только начиналась, руины этого и многих других трипольских городов уже 500 лет были укрыты землей и травой. Вот они, прошедшие через века памятники трипольской культуры. Модель трипольского храма символ инь и янь. И это за тысячелетия перед взлетом Китайской империи. Эти фигурки, эти сосуды, свидетели первых шагов человека на пути к сегодняшней цивилизации. Ведь они были созданы, когда еще не родились строители египетских пирамид. Сколько видели эти древние черепки. И какая удача, что они оказались в заботливых руках археологов. Но то, что найдено, лишь малая доля созданного нашими славными предками. Гнездо. Берега этой красивейшей реки были сплошь заселены трипольцами более семи тысячелетий назад. Сейчас остатки древних трипольских поселений скрыты многометровой толщей воды. Но чем не еще одна Атлантида? Сколько тайн трипольской цивилизации, шедевров древних мастеров, сокрыто Гестровским водохранилищем. Но даже могучая водная стихия не может стереть всех следов древней цивилизации. Стоит посмотреть себе под нынью, поднять несколько глиняных черепков в великом множестве рассыпанных по этому берегу, как древняя история вновь открывает свои новые и новые тайны. В поисках этих новых тайн мы прошли маршрутами трипольских раскопок, и я своими руками извлек из земли остатки древней цивилизации. Трудно даже поверить в то, что находящиеся у меня в руках реликты, другим словом это не назовешь, недобыты тяжким трудом, они не проведены это в результате, не отысканы в результате раскопок. Это вот, за 10 минут буквально стоило нагнуться, наклониться и поднять вот эти вот бесценные сокровища. А местные селяне, копая огороды, выбрасывают их в неисчислимом количестве. Вот этим черепкам шесть и более тысяч лет. Шесть тысяч лет. Невообразимые цифры. Но, может, археологи в поисках сенсации преувеличивают? Размышляя над темой трипольской культуры, углубляясь в какие-то поиски следов, мы оперировали такими цифрами, как шесть тысяч лет, две с половиной тысячи лет. А откуда вообще взялась такая цифра, что трипольской культуре шесть тысяч лет? Вот у меня в руках черепки с южной границы трипольского мира. Это село Владимировка. Мы нашли их в Авраль. И сегодня нам должны сказать, сколько же этим предметам лет. Радиоуглеродный возраст – это четкая физика, а потом математика. А для трипольской культуры мы сделали уже около сотни датировок. Наблюдая за проведением этого эксперимента, я очень волновался. Что скажет нам беспристрастная наука? Подтвердит ли она наши гипотезы? Или окажется, что мы лишь мечтатели, которые, увлекшись призраками прошлого, пытаются сделать из этого мировую сенсацию? Я ждал за твоим дыханием. И вот вердикт вынесен. Представленным образцам пять тысяч лет. Мы с вами живем в 2005 году от Рождества Христова. В 31 году до нашей эры была создана Римская империя. 214 год. Великая Китайская стена. Еще за тысячу лет до этого упало Троя. В 2600 году до нашей эры построены пирамиды. Шумерское письмо изобретено в 3300. В 4000 построен Стоунхендж. А первые памятники трипольской культуры датируются 5500 годом до нашей эры. Подумать только. Шедевры трипольского искусства предшествуют всем известным вехам развития цивилизации. Какое же место в истории отводит триполью современная наука? На этот вопрос нам ответят два известных ученых. Я назвал триполью цивилизацией потому, что я вижу в этой... Ну, в следах этой археологической культуры ряд, как говорят, археологических признаков цивилизации. Они достаточно простые и осязаемые. Это следы огромных поселений городского типа. Это следы монументальной архитектуры. И это зарождающаяся письменность. Цивилизация – это государственность. Так называемая трипольская археологическая культура была государством. Ибо имела города, окруженные селами и святилищами-обсерваториями. Имела очень развитые технологии, о которых сказал Михаил Юрьевич. Имела не только протописьменность, но и письменность тоже. Но письменность эта не была столь выражена, как вот в Шумере и Египте. Потому что трипольская цивилизация или государство Арата было качественно иным. Оно было еще доробовладельческим, добюрократическим. То есть в Триполье мы видим прообраз определенным образом цивилизации современной. И это грань, которая отделяет его от всей той истории, которая длилась десятки, может быть, даже сотни тысяч лет здесь, в Европе. До того, до Триполья, до цивилизации старой Европы, частью которой эта Триполья является. Государство Арата, так называемая трипольская археологическая культура, было ядром индоевропейских народов. Это предки румын, молдаван, славян. По данным раскопок, археологи установили зону расселения трипольских племен. С юга на север она простирается от дельты Дуная до истоков Днепра. С востока на запад от бассейна Днепра до предгорий Карпат. Но следы и влияние трипольской культуры находятся далеко за пределами этой территории. Балканы и низовья висны. Прибалтийские берега и турецкие проливы. Вот куда проникали изделия трипольских мастеров. Создав в этих краях свою уникальную цивилизацию, трипольцы разошлись по всей Европе, делясь ее народами своими достижениями. В ходе раскопок неоднократно находили останки трипольцев. Это позволило ответить на животрепещущий вопрос. Как выглядели наши далекие предки? По собранным данным, лаборатория Герасимова в Москве произвели реконструкцию облика трипольцев. Теперь мы знаем, как они выглядели. Вот они, лица создателей первой цивилизации.